Всем привет! Сегодня 1 июля и у нас изменилась озвучка. Теперь у нас озвучивают и мужчина, и женщина. И много чего рассказывают. Всем привет! Сегодня у нас уже июль. Число номер один на календаре. На улице жара. Человек у нас в салоне приблизительно 15-18. Не так уж и много. Время почти 4 часа дня. А на улице, если верить смартфону, 27 градусов. Очень жарко. Вчера еще жарче было. И мы дома купались в бассейнчике. Расслаблялись, отдыхали. А сегодня я уже работаю. Сегодня и завтра. Как всегда, мне охота спать. Такую жару покушал. И хочется спать. Так, на остановке у нас примерно 5-6-7 человек. И выходят тоже. Вон, смотрите, какие тут изготавливают букеты. В планете цветов. Очень хорошо. Очень красивые с пандочкой. Ну, а мы едем. Сзади нас подпирает десятка или какой-то. Загрузили мы наших тут пассажиров на Токио. Идем дальше. Интересно, сколько стоит такой букетик. С пандой. Кунг-фу. А может и не кунг-фу. Кто-то мне звонит. Одену кушничек и включусь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Артур. А по какому вопросу вы звоните? Нет, не интересует меня. Извините. До свидания. До свидания. Как всегда, звонят практически ежедневно всякие из финансовых организаций. Всякую чушь. предлагают. Вот. А десятка меня обогнала. Вытяну я свой наушник. Да, хотел сказать, что у меня целый день в машине работает кондиционер, потому что иначе просто можно свариться. стеклянный в нашей кабине. Кондиционер. Конечно же, это спасение. А десятка нас обогнала, но здесь уже это не имеет значения, потому что здесь мы не конкуренты. она сейчас уходит в новую линию и все. А мы едем дальше. И здесь сейчас нам конкурент одиннадцатый маршрут. но его пока не видно на горизонте. Так, время шестнадцать ноль восемь. Здесь у нас выходят люди. Два-три человека вышло. Отправка в шестнадцать ноль девять и уже практически есть. Шестнадцать ноль девять. Сейчас я гляну. Эта женщина с нами, не с нами, нет, не с нами. Все. Можно отправляться. Цены на топливо у нас все еще не поднялись. Только чуть-чуть. И девяносто пятый бензин по двадцать гривен. Это в долларах сколько? 0,7 ориентировочно за литр. А дизель где-то 0,6 доллара за литр. речка у нас еще все шоколадное, все грязное, потому что в горах часто идут дожди, наводнений там очень много затапливает. Сказывается, что лес у нас вырубают. Ну, и раньше рубили, и сейчас рубят. загорскую улицу сегодня вот чистили здесь, заметали, все бордюры взяли и тоже их обскобили, отчистили. взялись за эту улочку в плане чистоты. Здесь мы уходим налево на улицу Закарпатскую. зеленые митсуби еще немножко нам мешаются, но ничего, мы аккуратно вплотную к нему подходим. А это проехал Андрей, мой сосед. Он тоже, кстати, раньше работал на маршруте, только не помню на каком. Вроде на тройке или на каком. Он рассказывал, а я забыл. А теперь работает на грузовиках. Скажем так. здесь у нас по этой улочке и по Собронецкой сегодня наносят смолу с камушками такими, с мелкими. И сейчас там такое все смолистое, все в камушках. В общем, улочка немножко грязноватая стала. Вот такие латки смолистые. И здесь они все позалатывали. Тут тоже. Здесь по центру. В общем, улочки заплевали смолой с камушками. А вон там они работают. кстати в конце. Не в конце, а вернее немного дальше. Если у нас выходят, как вы уже услышали. Поэтому примем вправо на остановку. Итак, здесь мы на конечной. сейчас я джип этот пропущу. Развернемся. Смотрим вместе автобус. Смотрим и сзади, чтобы никого не было. Встанем за 26 маршрутом. Так. он уже будет отъезжать. встанем чуть-чуть поближе. Нейтралка. Ручник здесь. Открою все двери. Открою свои. Идемте посмотрим автобус. Так. тут значительно теплее чем у меня. Желательно открыть еще тогда пошире окна. Там открыто, тут открыто пошире. люки открыты. Все целое. Мотор горячий. Жар отсюда идет очень сильный жар. Так. Все в норме. антифриз я смотрел. Колеса тоже не супер горячие, но с температурой. Все в норме. Все стоит, ничего не отваливается. Все хорошо. Спереди тоже все в норме. Хотел сказать, что в кабине вообще как в холодильнике. Так. Один человек к нам сел. Тут какие-то ребята на остановке стоят. Этот к нам не хочет идти. Помахал головой, что не хочет. Грибочки. Продают грибочки у нас на остановке. А 58 уже рванул. Но мы за ним. Вы посмотрите ребята какой Боб Кэт. Он белый. Боб Кэт С 250. Белых еще если честно не встречал. Так. у нас авария произошла. кто-то кого-то ударил как-то непонятно странно в зад. Опель по-моему ударил Шкоду. Ну и нечего здесь стоять. Для этого есть стоянка. А тот ударил Ланоса. А Ланос ударил Тойоту Кемри. Ага. В общем ребята вышел классический паровозик. А все потому что нечего вот там стоять. Там стоянка остановка запрещена на дороге. Авария случилась там потому что существует ребята карма. Нечего там вставать потому что рядом в 100 метрах имеется много остановок. Сколько хочешь вставай. Не хочу. карма в действии. Я попытался потушить но ничего у меня ребята не вышло. вынужден видать обходить потому что автомобиль сгорает чтобы он сейчас тут мне не рванул. не удалось у меня потушить сгорит у бедного пацана сейчас и никто тоже не выйдет с огнетушителем один он я использовал свой и все давай туда бедный парень бедная его машина время 6.05 все еще жарко я еду по маршруту на улице Анкудинова светофор не благоволит нам сегодня в городе пробки целый день на ровном месте но тут пробка потому что там нарезали асфальт есть достаточно большие неровности и поэтому пробки опять мы светофор останавливаемся на желтый немножко постоим отдохнем и вот она сгоревшая сгорела вся очень жаль конечно что так заканчивается рабочий день видом на речку уж немножко прочистилась но все еще мутная река вот мы успеваем проезжаем возле 16 этажки и как всегда здесь на красный свет не помню сказал или нет рабочий день уже заканчивается сейчас в автопарк еду автомобиль сдаю огнетушитель сдаю возьму новый автомобиль скорее всего помоет снутри это точно а вот снаружи может быть и снаружи аккуратно поворачиваем притирку а дома меня ждет на ужин речка речка с мясом и грибами всем приятного аппетита а на капушанской улице во все взялись завода снабжения и водоотведения роют укладывают трубы все делают правда легковушек тут напарковали теперь сейчас они будут мешаться здесь так я пока что не помещаюсь вынужден остановиться а ты куда лезешь может он и пролезет кстати я там не пролезу в любом случае ну вот трактор показывает что можно ехать и мы едем так аккуратно заваливаемся наш автопарк смотрим чтобы там никто не выезжал а с ведрами ждут наверное не меня кого-то иного все рабочий день заканчивается закрываю автобус окна люки все я уже позакрывал проверил все все в норме огнетушитель взял новый а тот что я использовал скорее всего тот пойдет на перезарядку пожарки неудобно 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 одной рукой все так отблю я заправил тут закрываю отсек отблю охлаждающий охлаждающая жидкость отсек закрыт аккумуляторный отсек закрываю и все автомобиль сейчас помоет а я все всего хорошего неудобно неудобно Продолжение следует...